Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня мы пообщаемся с Еленой Витальевной Ивановой, психологом, экспертом Центра защиты детей от интернет-угроз. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите немного о Центре. Какие задачи он выполняет? Название говорит само от себя. Мы защищаем детей от интернет-угроз. Причем мы подходим к этой проблеме комплексно со всех сторон. У нас работают специалисты разного плана, разных профилей. Мы делаем и мониторинг социальных сетей, и аналитику аккаунтов детей, и оказываем психологическую помощь. Консультируем родителей, консультируем детей, то есть беседуем. Проводим тренинги профилактические с педагогическим составом в школах, с родителями, со школьниками разных возрастов. То есть для младших школьников есть отдельная программа. Там она больше про этику поведения, что надо опасаться. В общем, такая очень интересная. Больше про воспитание. Как себя вести, когда вам подарили первый телефон родителям. Для учащихся среднего звена посерьезней, а для старшеклассников уже такая программа, как для практически взрослых людей. Но опять же мы работаем в рамках 436-го закона, где мы не должны просвещать детей, говорить им о том, чего они не знают. Поэтому эта работа очень кропотливая, очень аккуратная и очень бережным подходом к детям. Мы также реализовали два проекта при поддержке фонда президентских грантов. Первый проект был региональный. Он был направлен на профилактику как раз. Работали в школах, работали как раз с родителями, с детьми, с учащимися, с обучающимися. И второй проект, он был федеральный. Мы занимались больше научно-экспертной работой. Мы проводили экспертизы нам, то есть выступали заказы всяких вредоносных, таких паразитических групп, подозрительных, которые не нравятся. И еще следственные комитеты заказывали нам вот такая, к сожалению, печальная работа, уже экспертизы детей, которых нет. То есть это страшно, это очень тяжело, но тем не менее такая работа нужна, чтобы выявить все угрозы, сделать выводы, составить какие-то научные заключения. Говоря про угрозы, какие сейчас это угрозы? Я бы так объединила их все в одну большую угрозу уничтожения, я не знаю, нации или человечества. Все направления, какие мы не возьмем, они направлены на то, чтобы, например, есть антисемейная пропаганда, чтобы люди не заводили такие традиционные семьи, не рожали детей. Есть, например, группы такие, где усмеиваются, например, пьянство, поощряется, вроде это весело, чтобы люди алкоголем и другим химическим зависимостям друг друга, сами себе, вернее, убивают. Но это преподносится как, в общем-то, веселое развлечение, ничего такого страшного в этом нет. Суицидально-депрессивный контент, это тоже направлено на то, чтобы люди себя уничтожали. И агрессивный хулиганский направлен на то, чтобы люди, опять же, уничтожали друг друга, воевали. А как борются с этим направлением? Это группы блокируются, на них кидаются жалобы или как идет работа? Бывает по-разному. Есть, например, экстремизм и вот сейчас АОЕ, арестантский уклад един. В общем-то, вот эти группы, где пропагандируется пеницитарный образ жизни, романтизируется тюрьма и говорят, что только там люди проявляют себя настоящим человеком. Ты можешь себя, когда ты себя проверишь и друзей своих проверишь таким вот именно способом. Сейчас это приравняли к экстремизму и запретили на уровне государства. Список, например, экстремистского контента есть на определенном сайте, его можно посмотреть. Туда даже входят песни некоторых рок-исполнителей, например, группа «Металлика», там есть две песни. Да, если вы запостите у себя, не зная, что это экстремизм, то, в общем-то, к вам могут быть вопросы, и это нужно проверять, и нужно это знать. И, в общем-то, это блокируется на уровне жалобы Роскомнадзора. Но, опять же, там блокируется, вы пожалуетесь на картинку, уберут эту картинку, заблокируют, а не полную группу. Вот во втором нашем проекте мы сделали 30 экспертиз, ну, практически 20 групп было закрыто по результату нашей работы. То есть мы же их не просто так у себя, мы получаем заказ на экспертизу, мы заключаем договор с заказчиком, и потом мы должны все об этом отчитаться в Роскомнадзор, и это все под контролем. И результаты мы должны тоже отправить заказчику, и отправить Роскомнадзор, чтобы, в общем-то, да, все, все это было законно, все это было на государственном уровне. И, опять же, можно пожаловаться администратору сайта, на котором администраторы тоже очень часто блокируют контент, который неприятен, который вредоносный, которые считают, что действительно ему там не место. Но ведь есть и постраничные картинки, которые как бы призваны через высмеивание именно высмеять такой образ жизни. Как-то вот в этом направлении проводится работа, что на самом деле картинка несет пропаганду, или это просто такой юмор, который не имеет отношения? Вот это самая большая трагедия, я бы сказала. Это вот очень такой глубокий вопрос, потому что действительно многие дети, подростки, когда мы проводили вот тренинги, они просто говорят, а мы думали тут просто посмеяться. Тут ничего, они просто вот поражены были, что мы вроде как тут развлекаемся, ничего такого странного нет. Когда у них включается критическое мышление, они начинают думать, об этом задумываться, почему так, а видела ли я такое в жизни. Ну вот на примере, когда у нас мы мониторили рязанские школы, когда они с нами сотрудничали, у нас с ними заключены тоже договоры о сотрудничестве. И почти все подростки подписаны на такие группы, как «Я же мать». И там, в общем-то, обсуждают, притесняют молодых мамочек, что это, в общем-то, они требуют к себе какого-то отношения, что они просят куда-то их пустить, уважать и всякое. И когда детей начинаешь спрашивать, а в жизни ты видел много таких? Он говорит, нет, обычно молодые мамочки очень стесняются себя как-то так вести, извиняются, когда дети доставляют неудобства. А представь, что, например, это твоя мама шла с коляской, а дорогу преградила какая-то неправильно припаркованная машина. Ты бы так же возмущался. И начинают думать, у них возникает свое мышление, свое мнение, оно для них ценно, и они совсем по-другому смотрят. А еще, когда задаешь вопрос, например, про группу «Я же батя», там, например, про алкоголь, и пьяный человек, он доставляет неудобства, он ведет себя как-то, не нравится окружающим. Да, а почему тогда вот к молодым мамам такое отношение? А вот здесь, то есть группу преследует цель, уничтожить, прекратить рождаемость, уничтожить, например, мужчину, людей. Вот. И вот, казалось бы, одинаковые посылы, но совсем по-другому рассмотрены. И дети просто поражаются. Они говорят, мы просто никогда так не думали, мы просто смеялись. Ну, смешной мем, да, хорошо. Ну, там и действительно бывают очень смешные картинки, которые очень жизненные, которые, в общем-то, мы видим каждый день в жизни, в реальной, не только виртуальной. Центр защиты детей от интернет-угроз появился в период активности групп смерти, правильно я понимаю? Да, этой осенью нам исполнилось 5 лет. Тогда угроза была реальной, то есть с детьми велась работа, и понятно, в каком направлении. Сейчас отголоски тех групп смерти они остались, или это что-то другое? Вот так как в 2016 году нет, все по-другому, все сильно видоизменилось. Есть какие-то маркеры, которые указывают на что-то такое, какой-то челлендж, вот, там, какого-то числа, давайте мы массово что-то сделаем. Ну, как оказывается, даже рассылки приходят в школы, что, да, будьте бдительны, товарищи педагоги, что все очень серьезно, дети готовятся там, в общем-то, к нехорошим делам. В основном это шумиха, но больше сейчас тревожит тот контент, который около суицидальной, когда ребенку постоянно, каждый день он подписан на какую-то группу, там, про андорексию, там, приводятся такие жуткие диеты, да, вплоть до того, что надо, там, есть стекловату, чтобы похудеть. Да, нужно пить одну воду, если ты съел чего-то кусочек, ты должен себя прям ненавидеть и сильно наказывать на то, что ты плохой. И то, что ты неважный, неценный, то, что жизнь ничего не стоит, никому ты не нужен, и без тебя ничего не изменится, а ты избавишься от своих проблем. Также шутки о смерти, высмеивание, то есть, ну, такое легкое отношение, как будто вот, да, сегодня ты умрешь, а завтра ты родишься опять, и все будет по-другому. Ты опять увидишь своих друзей, близких, но на самом деле это не так. Вот это страшно, когда ребенок каждый день смотрит вот это, поглощает такой контент. Как не попасть под влияние таких картинок? Это какое-то критическое мышление или что? Да, это обязательно критическое мышление. Мы не можем оградить каждого ребенка, что вот говорить, вот сюда можно, сюда нельзя. Каждый должен сам этим интересоваться, думать об этом. Какую цель преследует вот такая группа? Зачем эти люди предлагают что-то? Почему они так делают? Вот ответив себе на несколько таких вопросов, хотя бы немного задумаясь, каждый ребенок может сделать вывод. И еще очень важно, чтобы дети знали, не боялись обратиться за помощью, знали, что делать в случаях, если действительно к ним там какие-то злоумышленники пишут им на страницу, угрожают или что-то происходит. То есть вот все действия последовательные, как в автобусе едем при пожаре, выдернуть шнур и выдавить стекло. Вот точно так же надо зафиксировать, сделать скриншоты, сообщить родителям, сообщить администрации. Главное, чтобы осталось подтверждение того, что действительно вам угрожают, к вам пристают, от вас чего-то хотят и что-то с вами происходит. Как родителям оградить детей от такого контента? И можно ли вообще оградить детей от такого контента в нашу эру вообще всего, где все открыто и всюду можно залезть? Оградить сложно. Вообще нельзя же человека оградить от жизни. Виртуальная жизнь, она такая же жизнь, только виртуальная. Надо дружить, как родители общаются с детьми в реальном мире. Точно так же хорошо, если бы они общались в виртуальном мире. Было бы здорово, если бы они обсуждали какие-то темы, интересоваться, спрашивать, а что, например, сейчас в тренде. То есть можно вместе посмеяться, показать свои какие-то картинки, а я подписана на это. Потому что взрослые люди практически все тоже сейчас в социальных сетях и в мессенджерах и переписываются, и новости узнают. Если мы берем во внимание прошлый год, когда мы вообще все ушли в виртуальный мир, когда была самоизоляция, тот уж нас сама жизнь заставила обсуждать, интересоваться и объяснять. Самое первое объяснение должно быть, когда ребенку выручается телефон с подключенным интернетом. Не просто вот на тебе телефон, делай с ним, что хочешь, или я не понимаю, что с ним делать, разбирайся сам. А именно объяснить, как себя вести, что делать, что хорошо, что плохо. Так же, как мы ведем себя родителям в реальной жизни. И такой вопрос, куда обращаться за помощью, если что-то не то происходит? К нам в центр можно обращаться, то есть мы сразу реагируем на обращение, у нас сразу полное сопровождение, мы делаем аналитику аккаунта ребенка, сразу видим, что у нас. Но опять же, это может быть только виртуальная сторона. Сопоставляем с тем, что происходит в реальной жизни, что рассказывают родители, какие проблемы. И общаемся с родителями, общаемся с ребенком. Если там есть что-то противозаконное, то нас полная маршрутизация, мы скажем, куда обратиться, сами позвоним, поможем, то есть в какие органы, в правоохранительные или к медиаторам, чтобы уладить какие-то конфликты. Вообще обращаться надо хоть к кому-нибудь, хоть к педагогам, хоть к школьному психологу. Начать с любой помощи, любая помощь будет хороша. Не молчать, не ждать, пока все само собой решится. Само собой не решается. Елена Витальевна, спасибо, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире.